58 погибших и полтысячи раненых. Страшные новости из Соединенных Штатов на этой неделе напоминали сюжет американского боевика. Но, к сожалению, все произошло в реальности. Это было самое массовое убийство в истории Соединенных Штатов. Стивен Паддок с 32 этажа отеля в Лас-Вегасе около часа отстреливал людей, находившихся на концерте. После чего покончил с собой. Сейчас американские журналисты копаются в биографии Паддока. Правоохранители обещают усилить контроль. Политики дискутируют о доступности оружия. Но пока четко ясно одно. Любая система безопасности бессильно против психопата-одиночки. Наш Дмитрий Анопченко нашел бывшего профайлера ФБР, который специализируется на серийных убийцах. Тот говорит, дело стрелка из Лас-Вегаса слишком нетипично. Почему, смотрите далее. Расстрел в Лас-Вегасе. Топ-новость не только для Америки, но и во всем мире. Бессмысленное, шокирующее преступление. Самое массовое в истории Штатов. Полиция проводила брифинг за брифингом, но о версиях ни от кого ни слова. Разве что причастность исламистов опровергли. Ясность внес Трамп, который прилетел в Вегас проведать пострадавших. Сказал, мол, это дело рук глубоко больного и сумасшедшего человека. Обнародовав, видимо, главную версию следствия. Полиция сейчас буквально по минутам восстанавливает последние дни из жизни стрелка, которые предшествовали преступлению. Сделать это можно, но таким образом не понять самого главного мотивов его действий. Мы для этого попросили об экспертизе одного из лучших американских психологов. Человека, который долгое время сотрудничал с ВБР. Когда в американских боевиках показывают, как герои вычисляют преступника по незначительным деталям, не стоит думать, что это лишь фантазия сценаристов. В реальной жизни ФБР часто работает со специалистами, которые могут, не видя человека, составить психологический портрет серийного убийцы, указать возраст, образование, привычки, происхождение. Все до единого кадры, которые снимали в этот страшный день в Лас-Вегасе, мы смотрим сейчас вместе. Я отсюда, из студии из Вашингтона, наш гость из Греции, где он сейчас находится. Доктор Салериан, добрый день. Спасибо, что согласились нам помочь. У вас огромный опыт. Что вы думаете о человеке, устроившем стрельбу? Знаете, это дело как головоломка, которая не укладывается в обычные рамки. Этот парень не соответствует стандартному профилю. Во-первых, покончил жизнь самоубийством. Но люди, которые сводят счеты с жизнью, пишут прощальные записки. Он не оставил ничего. И нет никаких признаков, что, готовясь к смерти, он был в депрессии. И это тоже показательно. Во-вторых, он вообще не вписывается в психологический портрет убийцы по огромному количеству причин. Возьмите возраст. Он слишком стар для такого преступления. К тому же он миллионер. Стрелок из Лас-Вегаса был слишком успешен. У Стивена Пэтека была и семья, и стабильная карьера. Нет ни криминального бэкграунда, ни психических отклонений. Все настолько необычно и странно, что именитый эксперт даже решается на смелое предположение. Я не исключаю, что тут кто-то еще был вовлечен. А он, допустим, просто жертва. Кто-то другой мог сделать все эти ужасные вещи, а труп оставить в комнате. Возможно, его нынешние коллеги из ФБР тоже отрабатывают эту версию. Но на публику ничего не выносят. Все другим заняты. Обсуждают усиление мер безопасности. Силовики обязаны реагировать. Но их реакция стандартна. Раздуть бюджеты, увеличить количество копов на каждом шагу и камер на каждом углу. Психолог с этим не согласен. Я правильно вас понимаю, что мы сейчас столкнулись с ситуацией, в которой толком ничего и не сделаешь. И все разговоры о новых мерах безопасности вообще не помогут. Это будет огромной ошибкой предпринимать превентивные меры после истории, которая ни в какие каноны не вписывается. Часто из политических соображений вводят ограничения, в которых смысла вообще нет. Тут стоит просто искать ответы. Проблема еще и в том, что любая страна, даже такая сильная, как Штаты, беззащитна перед одиночками. И об этом откровенно говорят силовики с опытом. В том числе и Марк Рассини. Один из тех, кто возглавлял расследование теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Бывший спецагент говорит, вся система заточена на поиск преступных или террористических организаций. За время минувшие с 11 сентября силовики научились находить сторонников радикалов, фиксировать финансовые потоки, мониторить почту и звонки, отслеживать оружие, предотвращать нападения. Но одиночки легко проскакивают через это сито, оставаясь незамеченными до момента, когда нажимают на курок. Это невозможно предотвратить. Как вы это остановите? Как, к примеру, было не допустить на бостонский марафон людей с дьявольскими намерениями? Вы знаете как? Да нет такого способа. Хоть биографию тысяч людей, которые на марафон записались, проверьте. А где гарантия, что за промежуток между тем, когда вы их всех пробили и когда физически все начинается, они вдруг не сойдут с ума? Россия не говорит, после каждого громкого преступления мы с вами лишаемся части свободы. Соглашаясь на новые камеры наблюдения или жесткие досмотры в аэропортах, наш эксперт-профайлер вторит бывшему коллеге. Мол, он в первую очередь искал бы мотив. Ведь ни в одном из самых громких американских преступлений последних лет, в стрельбе в ночном клубе в Орландо или расстреле детей в Нью-Тауне, следователи не дали ответа на главный вопрос. Почему преступники шли на массовые убийства? Доктор, простой вопрос. Если бы вы участвовали сейчас в расследовании и принимали решения, а как бы вы действовали? Каков ваш план? Когда следователи говорят, мол, нет никакой мотивации, так это они просто свою работу не сделали. Мотив любого массового убийцы всегда можно понять, религия это или политика. Но что-то же их заставило так поступить. Но похоже, в деле стрелка из Лас-Вегаса ответ на вопрос не как, а почему, тоже останется тайной. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.